Всем привет! Продолжаем гулять по миру. Знать что-то интересное. Сейчас в Италию, конечно, закрыли. Тяжелое там положение. Но вот когда я там был, я зашел в одну из церквей. Одну из самых древних церквей Вероны Чеса Десанта Стефана. Стефан был помощником апостолов в Иерусалиме, стал первым пострадавшим за веру в истории церкви. И в 415 году епископ Джованни нашел и перенес мощи святого в Иерусалиме. Многие частицы мощи святого были разосланы в церкви христианам. И по свидетельствам летописцев с ними были связаны различные чудеса. И поэтому тогда здесь была построена церковь. Я зачитываю немножко текст из Википедии и записание церкви, которое мне удалось перевести с итальянского. Ну вот уж вы не судите строго. Переводчик переводил итальянский, я не знаю. Так вот, недалеко от Понте Пьетро находится церковь святого Стефана, служившая до 8 века кафедральным собором. В этой церкви погребали первых иерпийскопов. Церковь построена около 5 века. С 10 по 12 ее перестраивали. Тороннехристианская базилика Верона была построена за пределом крепостной стены, как я уже сказал, около 5 века. Около 5 веков церковь оставалась нетронутой. Пока в 10 веке в ней не сорвутили три нефа. В процессе этих перестроек были проделаны небольшие окна, которые были впоследствии замурованы. Но тем не менее некоторые окна сохранились на южной стене церкви. Очень милая такая, знаете, хорошая церковь внутри. Просто как-то хорошо-хорошо. Позже внутри церкви было построено крипто, а в 12 веке был пристроен ирландский фасад. И церковь утратила черты раннехристианской архитектуры. Колокольн был осознан в 12 веке. Внутренний интерьер украшает фрески и картины разных эпох. Церковь святого Стефана популярна не только как старинная достопримечательность Вероны. Множество паломников с разных уголков земли приезжают сюда, чтобы увидеть капеллу невинных 1620 года, которая построена для сохранения религии сорокамучеников, пяти святых епископов Верона и четырех младенцев, убитых по приказанию Ирода. Внутренний интерьер церкви украшает фрески 8 века с изображением животных. Здесь находится работа Мартина Веронского. Доминика Бруссорзе изобразил Христа среди ангелов, который держит символы страстей Господней на куполе. Сам купол построен в 1543 году. Также Бруссорзе создал ангелов, взирающих из балюстрат в боковых сводах. Другие фрески отработают Джованни Карото и Батиста Дель Мора. Прекрасная статуя святой Евангелист Петр приписывал мастеру Санта Анастасии. Оригинал первоначально располагался в церкви Сан-Пьетро в Костелло. Ну и конечно же сама часовня Верали или Иноченти. Это шедевр венского искусства начала 1600-х годов. Украшенные произведением искусства великими поверхностями, покрыты белыми и золотыми штукатурками, приписываями ломбардскому художнику Дэвиду Ретти или, возможно, в мастерскую под его руководством. За алтарь был ответствен Паскувале Отина. Он принимал участие в создании алтаря. По бокам находятся другие алтари с 40 мучеником Вероны. Работа Александра Тури, 5 епископов Вероны, Марк Антонио, Бассетти. Ну вот примерно все, что мне удалось узнать в интернете о церкви Чеса Десанта Стефана, церкви святого Стефана, которая находится в Вероне. Это одна из самых древнейших церквей Вероны. Посмотрите, пожалуйста, что я тут снимал немножко. Все, всем пока, всем привет. Рекомендую, когда откроют все-таки Верону, Италию съездить, посмотрите эту церковь. Я думаю, что вам понравится. Пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok